Добрый день, уважаемые подписчики! Снова с вами Николай Сомсиков, агенция недвижимости ТИТОЛ. Сейчас мы с вами будем изучать уголки нашего Краснодарского края, а сейчас именно будем изучать поселок Заречный, это Белореченский район. Он от города Белореченска, расстояние поселка Заречного составляет 3 километра. Друзья, большая просьба, досмотрите это видео до конца, почему? Потому что вы после роликов невнимательно их не смотрите, а может быть перематываете, а потом мне задаете те же самые вопросы, которые я озвучивал вот в этом ролике. Посмотрите этот ролик до конца внимательно, я думаю, вы ответите, вернее, услышите ответы на ваши вопросы. Справа мы сейчас проехали в детскую колонию, как правильно она называется, я не могу сказать, ну, мы ее называем детская колония. Это основная дорога, которая ведет сам Заречный, Заречный год уже он начался, это как Новый Заречный мы местно его называем, тут у нас слева, справа участки, ну, Новые Планы, как мы их называем. Вот едем с вами сейчас, именно практически в сердце поселка Заречного. Прямо и чуть-чуть левее у нас поля, частники держат, будем так говорить, теплицы, ну, выращивают клубнику. Дорога к поселку асфальтированная, абсолютно нормальная, хорошая. Что касается автобуса, маршрутка каждый час у нас тут проходит, вот именно по этому маршруту, маршрутка и автобус. Что касается такси, у нас такси будет стоить именно вот с этого поселка до города Белореченска где-то в пределах 100-150 рублей, в зависимости, в какую часть поселка Заречного вы будете ехать, потому что Заречный, если вы, допустим, в начале Заречного закажете такси, то, естественно, будет цена дешевле, а если в конце, конечно, будет чуть-чуть дороже. Я сейчас вас отвезу и сейчас покажу, где именно у нас школа и садик, именно вот в этом поселке Заречном, а потом мы покатаемся по улицам нашего поселка Заречного. Вот сейчас вот мы заехали на улице Комарова. У нас она частично гравина, частично асфальтирована. Улица вот в этой части улицы, ну, она такая широкая, предварительная территория нормальная. У нас поселок Заречный полностью практически газифицированный. Вот, ну, скажу, касается цен. Ну, вот смотрите, если мы сейчас говорим новые дома, вот именно мы сейчас говорим про поселок Заречный, просто некоторые риэлторы, уважаемые подписчики, вот выставляют объявления, вот, например, пишут, там домик красочный, красивый, цена может быть 2-2,5, может быть даже и миллион 700 новые, но это не всегда Заречный, а это у нас тут присутствуют дачи, я обязательно их покажу, которые чуть-чуть они подальше поселка Заречного, и риэлторы в основном пишут, что это Заречный. На самом деле, уважаемые подписчики, это не Заречный. Вот когда вот вы будете натыкаться на такие объявления, мы обязательно поедем с вами, я его для вас покажу, эти дачи. Одна сторона дач называется ДНТ Дружба, Дружба есть возле Заречного, и Дружба есть дача возле ГЭСа. Ну, а другая у нас дача Заря называется. Вот сейчас едем пока по Комарово, специально покажу вам эту улицу, и покажу, в какой части поселка Заречного располагается школа и садик. Я думаю, вам видно зелень, деревья. У нас очень много плодовых деревьев, что на улице, ну, я имею в виду, вот перед дворами, если где частная застройка, ну, и также именно вот на участках, именно на огородах. Где-то много деревьев, я имею в виду, на участке, вот кто продает, а кто-то... А, кстати, вот касается по поводу цены, вот мы тему затронули. Скажу так, нормальный дом, нормальный дом, чтобы был более-менее свежий, чтобы была более-менее планировка. Скажу так, начинается цена от 2 миллионов и выше. Хороший дом, хороший дом, где будет сад, где общая площадь 100 квадратных метров, где, ну, в реальности, уважаемые подписчики, ну, вот в реальности, вот заходи живи, вот чтобы практически ничего не делать. Цена уже, конечно, будет вот так идти, 2 500, 2 600, 2 700. Есть дома, которые до 2 миллионов, это уже, ну, как сказать, это вторичка, старенькие домики, они будут тоже с удобствами. Так, друзья, справа садик, вот, я думаю, вам видно, вот это садик, а слева, так, вот это садик, а слева школа. Я сейчас развернусь и покажу. Вот это школа, школа полноценна, я имею в виду не 9, класса в 11, все как положено. Ну, скажу так, садик школа находится абсолютно рядом. И вот по поводу цен, по недвижимости, именно касается вторички в город, ну, в Заречном, можно до 2 миллионов купить, ну, это будет старый фонд, это будут дома Турлучные, Саманны, ну, и так далее. И в некоторых домах, я скажу так, есть дома очень хорошие, хорошие предложения, возьмем там 1 500, 1 700, но 5 уважаемые подписчики, это я сейчас говорю, то, что вот на рынке продается именно вот в нашем Белореченском районе. Понятно, что вот если брать такой же дом, и мы если рассмотрим, ну, пример говорю, там, Станица Дундуковская, Духмасов, это вот Республика Адыгея, за такие деньги можно, ну, реально намного лучше дом купить. Ну, сейчас мы с вами рассматриваем именно Белореченский район, вот сейчас я буду говорить цены именно в этом поселке. Специально я сюда завернул, на эту улицу, чтобы показать вам квартирные дома в поселке Заречном. С правой стороны у нас две или три трехэтажки, вот сейчас подъеду, я точно скажу, раз, два, так, две, две трехэтажки, тут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, а по левую руку, там, в стороне, двухэтажки. Ну, если брать про квартиры, уважаемые подписчики, если мы сейчас говорим именно полноценные квартиры, то однушки стартуют от 900 тысяч и выше, ну, а двушки, трешки от миллиона и выше. Я специально подъехал сюда, показал центральный вход, вот даже написано Белореченская воспитательная колония, уважаемые подписчики, специально показал центральный вход, будем говорить, в это учреждение, ну, потому что мне часто спрашивают про него, ну, лично он нам не мешает никаким образом, вот, ну, если брать, задать вопрос, хотел бы я жить рядом здесь, ну, вот в этом районе, я бы нет, почему, потому что, ну, как вам сказать, тут район такой, вот, вы даже по камере видите, чуть-чуть мрачновато, мне лично не нравится этот район, вот справа двухэтажки, и вот я специально показываю, вот эта зона, которая возле колонии располагается, она, эта зона, ну, мы ее назовем район колонии, вот район колонии, и вот только в этой части поселка Заречного у нас присутствуют квартиры, ну, больше нет, ну, вот сейчас мы опять будем мимо школы и садика проезжать, слева садик, а справа школа, и мы поедем прямо, покажу вам новые застройки, новые улицы, новые нарезки в поселке Заречном, вот тот район мне, вот куда сейчас мы поедем, он больше мне нравится, почему, потому что широкие улицы, широкие фасады, ну, и понятно, что новые дома вокруг, как я вам говорил, не забывайте, что Заречный мы делим местные, как, ну, есть поселок Заречный старый, поселок Заречный новый, ну, это опять же, это мы так говорим, это неофициально, улица Советская, тут в основном, не то, что в основном, а только новые дома, эти участки нарезки начали предоставлять жителям где-то конец 90-х годов, ну, и люди начали потихонечку, потихонечку эти участки застраивать, строить и так далее, ну, вот я думаю, это вы видите, как это выглядит, единственное, что, вот, касается маршруток, мы сейчас говорим, чтобы дойти до них, ну, вот, допустим, если брать вот от этого места, вам даже маршрутки надо будет идти, например, 10 минут максимум, а если вот мы поедем, вот, на край Заречного, вот, я потом вам попытаюсь показать, там уже вам надо будет пешком телепать где-то 20-25 минут ориентировочно до маршрутки, это я говорю максимум, кстати, самая крайняя точка, чтобы ваш ребенок дошел до школы, или вы довели ребенка до садика пешком, это 20-25 минут пешком, это крайняя точка поселка Заречного, уважаемые подписчики, чтобы вы это понимали, скажу так, в шаговой доступности у нас присутствует школа и садик, ну, а так, в основном, если мы будем привязываться, как вот мы участки и дома продаем, в поселке Заречном, скажу так, вот, скажу так, максимум 20 минут пешком, это вот до школы, до садика, ну, я думаю, вам видно, видно, вот, видите, реально новые застройки, аккуратно, все чистенько, что касается чистоты, у нас местная, ну, если брать, в общем, Краснодарский край и также, вот, Белореченский район, у нас в реальности есть хозяин и глава нашего и края, и района, потому что, ну, реально чисто, аккуратно, вот, пожалуйста, у нас кончилась эта улица советская, мы сейчас так, как бы, по отъездной заедем, и, единственное, знаете, вот сейчас попробую вам показать, уважаемые подписчики, сейчас, если получится подъехать, вот сейчас дорожка направо, давайте я специально сюда заверну, вот по левую руку, по левую руку у нас идут огороды от домов, они сейчас уже за спиной, вот я еду, и, вот, я специально вас сейчас везу, вот, будем так говорить, прямо рядом с поселком заречном, вот скажу так, вот метров там 400, да, мы сейчас говорим от края поселка до вот дробилки, вот я видите, специально подъезжаю, скажу так, дробилка, и если она, уважаемые подписчики, будет работать душевно, то вы ее будете слышать, особенно ночью, днем она, скажу так, ее не слышно, а вот ночью в реальности ее слышно, если у вас окна будут хорошие, закрытые, то слышно не будет, а вот на улице вы ее будете слышать, вот видите, я специально, видите, вот так встал, чтобы вы видели, вот она, эта дробилка, а вон, ну я думаю, камера показывает, вот дальше, вот видите, световой столб, от светового столба где-то метров 300, вот начинаются огороды, и вот там, вот именно вот эта полоса, я не говорю, что весь Заречный, уважаемые подписчики, нет, не весь Заречный, а именно вот эта полоса, вот домов, если вы будете рассматривать недвижимость именно вот в этой части поселка, то вам будет слышно вот эту дробилку, знайте это, вот, если вы даже будете сами искать, без меня, то знайте, вот, смотрите ролик, изучайте, вот, а так вот касается, если вы будете, вам нужна будет помощь в плане профессионала, в плане, вам нужна вот профессиональная команда, именно риэлторов, именно чтобы, юридическое полное сопровождение, чтобы вас грамотно проконсультировали, в плане, стоит покупать, не стоит покупать, ну, и так далее, то вы можете рассчитывать на меня, вы можете рассчитывать на мою супругу, она очень хороший юрист, ее зовут Наталья, мы работаем, кто не знает, с 2005 года, и мы Белореченский район очень и очень хорошо знаем, также мы начали изучать Абширонский район, Курганинский, Услабинский и Мостовской район, вот, друзья, мы повернули опять на улицу Комарова, вот та часть, мы там ехали, была гравийка, а сейчас, вот мы едем, где именно асфальт, ну, тут, уважаемые подписчики, я бы тоже не хотел жить, конечно, да, кто-то на эти вещи не обращает внимания, да, вот именно асфальт, кому-то наоборот, это хорошо, но я чисто свое мнение скажу, сколько людей, столько мнений, я лично бы, вот так бы не хотел жить, чтобы, вот видите, даже слева люди, вот, ставить машину, да, вот, как боком, не поставишь нормально и так далее, я, знаете, скажу так, не торопитесь, вот вы когда приезжаете, недвижимость ищите, да, вот, если вы еще не нашли свою недвижимость, вот, день, два, три, неделя, подождите, и поверьте мне, тогда у вас, ну, вы найдете ту недвижимость, которая необходима, ну, а если воспользуетесь моими услугами, то поверьте мне, это тысячу процентов, мы найдем вам ту недвижимость, которая именно вам будет по душе, и, уважаемые подписчики, это я сейчас говорю, для тех, у кого есть возможность купить за нормальные деньги недвижимость, ну, а у кого ограничена сумма, мы, как говорим, там, 500, 600, 700 тысяч, да, тут, конечно, уважаемые подписчики, сильно не разгуляешься, ну, чтобы вы понимали, знали, что, когда ограничена сумма, придется на что-то глаза какие-то закрыть, сейчас мы подъезжаем к конечной остановке маршрутного такси, вот, слева остановка, вот тут она разворачивается, и давайте покажу вам край самый Заречного, со стороны реки Пшихи, вот специально покажу, чтобы вы понимали, если вдруг вы будете покупать недвижимость в той части поселка Заречного, то вы будете пешком идти ориентировочно, на 10-15 минут, не торопясь, вот, дорога хорошая, вот тут, конечно, вот, я скажу так, можно рассматривать, вот, возле асфальта дома, почему, потому что, ну, скажу так, вот, где остановка была, вот, конечная, там, в основном поток машин, а вот тут только, вот, местные могут ездить, и все, а вот, ну, тут, короче, решать вам, вот так скажем, ну, я лично бы возле асфальта не хотел жить, это лично мое мнение, и вот сейчас мы подъезжаем к конец Заречного, спасибо, друзья, вот, что смотрите меня, спасибо, что подписываетесь, кстати, кто первый раз этот ролик видит, ну, меня, подписывайтесь, ставьте колокольчик, я каждый день выкладываю ролики, вот, иногда, да, пауза бывает, уважаемые подписчики, но, я стараюсь, все для вас, честно, мне нравится, когда вы пишите отзывы, особенно положительные, да, есть отзывы, пишут, отрицательные, ну, знаете, если он, видно, такой, знаете, ну, отрицательно по делу, то, да, я вот, прислушиваюсь к вашему мнению, спасибо, вот, когда вот вы пишите, когда вот замечания делаете, и так далее, в реальности, вот из-за этих замечаний, я начинаю все больше и больше учиться, развиваться и так далее, вот, ну, а есть люди, просто ни о чем пишут, знаете, как я таких людей называю, сидят просто на диване, решил свое мнение от балды написать и так далее, вы простите меня, даже те люди, которые хотят, хотите написать сейчас что-то от балды, пишите, пожалуйста, кстати, по поводу удаления комментарий, там некоторые мне писали, скажу так, я удаляю комментарий только тех, кто пишет мат, вот вы написали мат, я сразу удаляю и блокирую этого человека, если вы пишете какой-то отрицательный комментарий, без мата, уважаемые подписчики, я эти комментарии не удаляю, как там некоторые пишут, а вот если мат написали, все, я буду банить, сразу вам говорю, вот, знаете, вот кто решил мат написать, все, я баню сразу, вот, мы подъехали к краю станицы Пшеской, специально, хочу вам показать это место, тут, вот, чуть попозже, местные приезжают, отдыхают, купаются, шашлык и так далее, но сейчас максимально попытаюсь подъехать к речке, но может даже не получится, вот, смотрите, красота какая, тут у нас когда-то соревнования по джип-триалу были, мы с любимой участвовали на желтенькой нифке, да, к речке, к сожалению, навряд ли у меня получится подъехать, ну, попытаюсь, сейчас вот, посмотрим, дорога, докуда доведет, мне, так, ну, вот, речку я вижу, вот, через деревья, но, к сожалению, давайте попробуем сейчас, мне спрашивают, прадик, для чего ты покупаешь, нет, я тут не поеду, вот прадик, вот джип, для чего нужен риэлтору мне, чтобы ездить, вот, по таким, дорогам иногда, так, давайте сейчас с другой стороны попробуем, может быть, получится, вот, хочу вам реку, речку показать, Пшиха, а так красиво, тут часто люди отдыхают, мы периодически приезжаем, ну, мы на квадроциклах, катаемся, так, ну, вот я вижу дорожку, дай бог, чтобы она до реки довела меня, так, не хочет, не хочет меня, дорога, вести, к реке, это, сейчас посмотрю, куда она доведет меня, не уважаемые, подписчики, не получится, не получится, ну, я скажу, вот, за вот этой лесополосой, протекает река Пшиха, купается очень много, жители, местных жителей, вот, именно в этой речке, ну, по крайней мере, показал вам, место, как вам добраться, до вот этой реки, так, не получилось, так, ну, теперь попробую выехать обратно, вот так, вот тут лесополоса, прям, вот я вот глазами вижу, вот реку эту, рыбка водится, какая, конечно, я не знаю, но, часто мы, когда проезжаем, вот, по мосту, и видим местных рыбаков, которые ловят рыбку, ну, мы тоже ловили рыбу, когда вот сотрудниками отдыхали, есть такая база, там, как-то заречная называется, я могу ошибиться, и удочку берем, для души ловить очень интересно, рыбы, кстати, здесь очень много, мы вообще без проблем, считаю, что на хлеб ловили, и она без проблем ловилась, так, выезжаем, вот, друзья, сейчас будем выезжать, по поводу населения, уважаемые подписчики, не могу сказать, сколько здесь населения, можете загуглить, узнать, много информации, в интернете, очень много, я имею ввиду, официальной статистики, сразу говорю, официальной, вот, кстати, вот, я изучаю форумы, которые, вот, вы между собой переписываетесь, ой, знаете, я местный, в общем, знаете, ну, много правды пишут, много правды пишут, а вот, есть очень много, вы знаете, у меня ощущение, как будто, вот, специальные люди сидят, и такие, отговаривают, чтобы не приезжали, что у нас все плохо, и так далее, не знаю, почему, вот, ну, реально, даже, вот, кстати, у меня, вот, много покупателей приезжает, клиентов, вот, я помогаю им найти недвижимость, они тоже говорят, вот, мир по-другому, именно, вот, у нас, то они, ну, у нас, вот, такое закладывает сомнение, ну, всяко, может быть, не знаю, может, люди, которые пишут, им так хочется, вот, все, мы выехали, опять, на Комарова, вот, здесь, конечно, место красиво, я бы хотел, вот, именно, вот, с левой стороны, вот, новые дома, взять, чтобы был участок, и по правую руку, такой, знаете, пустый лесочек, там недалеко река, кстати, вот, касается затопления, уважаемые подписчики, в этой части, никто ничего не топит, у нас, в 2002 году, когда было очень сильное наводнение, в нашем районе, да, скажу так, пол Краснодарского края, блин, был в потопе, то у нас наводнение, у нас поднималась река очень сильно, в Долгогусеве, у нас есть хутор такой, чуть попозже, обязательно на него ролик сделаю, и вот там, вот, где огороды, недалеко от реки Белая, там водохранилище, да, там затапливало, ну, а тут нет, тут вода, вот, где я проезжал, да, вода поднималась, вот, где на краю, но, вот, именно, вот, по поселку, такого, уважаемые подписчики, воды не было, это я, местный житель, я здесь родился, я здесь живу, я говорю, как есть, у нас, очень мало мест, где, именно вот, там, чтобы река затапливала, это есть единицы, и то, уважаемые подписчики, что такое затапливают, это вот, заходит на огород, в дома, вот, такого у нас нету, опять же, это единичные случаи, где-то вот там, знаете, город, он вообще исключен, но, там вот у нас есть река киллер, там есть какие-то моменты, вот, в огород заходит, но, чтобы в дом заходило, я никогда такого не видел, и не слышал, так, ну вот, мы сейчас вот подъехали, где у нас конечные маршрутки, вот автобусы, давайте я сейчас поверну вам налево, вот уже, блин, 25 минут с вами общаемся, как время летит, вот сам с собой разговариваю, ощущение, что, как будто кто-то рядом, и вот я общаюсь на эту тему, насчет Заречного, сейчас покажу вам район Заречного, где когда-то выдавали участки, раньше был статус дач, сейчас уже этого статуса нету, прописка присутствует, тут, и тут активно, активно начинают застраивать, ну, именно новыми домами, домами, справа вот участок, который я вот недавно делал обзор, вот смотрите, пошли новые планы, я вот так сейчас хочу вам просто проехать, давайте вот повернем направо, новый как бы район, новые улицы, недавно провели свет, газа, уважаемые подписчики, тут пока нет, вы должны это понимать, если вы будете новые дома тут покупать, рано или поздно застройщики будут устроить, да, они даже и строят тут, я потом чуть попозже покажу вам дома, которые будут в продаже, тут газа нету вообще пока, но он будет, он будет, он будет, я вот так, знаете, вот много лет занимаюсь, недвижимостью, вот я обращаю внимание, вот допустим, нарезка участков происходит, люди начинают застраиваться, администрация видит, что больше половины улицы застроена, и они начинают проводить именно газ, вот по этим участкам, вот я думаю вам видно, я сейчас специально налево поверну, покажу, вот тут недалеко река Пшиха, ой, вине белая протекает, вот по правую сторону руки, у меня, у нас протекает река Пшиха, а по левую руку протекает река Белая, сейчас я вам покажу ее, года два, три, тут вообще поле было, даже на такой машине было тяжело в этом месте проехать, вот это край поселка Заречный, уважаемые подписчики, и вот за вот этой лесополосой протекает наша знаменитая река Белая, ну, конечно, по сравнению с другими реками, как Волга, Дон, это песчинка, но она есть, также вот видите пруд, карьер когда-то был, вот смотрите, вот я так сейчас поверну, вот видите карьер, а вот за карьером, вот если вы видите, вот лесополоса такая, и вот там протекает река Белая, ну, вот карьер, когда-то тут добывали ГПС, гравий, вот, и вот сейчас можно купаться, ловить рыбу, ну, и так далее, скажу так, вот кто купит участок, либо дом, вот где сейчас проезжал, пожалуйста, это практически озеро, немаленькое, я не знаю, как камера показывает, для меня это большое, большой, большой карьер, как правильно его назвать, карьер. так, сейчас попробую, с вами проехать, у меня ощущение, что тут тупик, тут тупик, так, 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 ну, так, мы на моей машине проедем, без всяких проблем, да, место красивое, да, вот сейчас деревья, ну, вот эти деревья большие, я вижу, они, как бы, ну, засохшие, видно, прям по ним, прям навец застал я, вот еду, сам не знаю, куда я еду, куда-то сейчас укрусь, а куда не знаю, вот в этой части, я первый раз еду, когда не ездил, ну, по крайней мере, увидим истинное лицо поселка Заречного, да, это тупик, ну, мы проедем, на моей машинке проходим, без проблем, видите, новые планы еще у улицы, некоторые не отсыпаны, вот, допустим, тут свет тоже, вот видно, что это как бы улица, видно нарезки, гравий, ну, дорога не отсыпана, свет мы проведем, ну, вот сейчас мы прям тоже на краю поселка Заречного, вот частный дом, видно, тут нара баранов выращивают, прям стадо было, да, вот у него загон тут, вот, вот эта дорога направо, у нас на речку белую, ну, не будем уже, я думаю, шаху мы с вами увидели, а справа вот тоже нарезки, вот газовая труба, прям справа вот идет, ну, прям проходит, прям рядом, вот, вот где Белая Нива, недавно люди дом купили, новый, наши сотрудники помогли, людям найти, вот, кстати, вот такие дома, которые сейчас вот мы проехали, они с, новые практически, ну, будем говорить, по чистовой отделке, останется там обой ламинат, они будут стоить где-то в пределах двух миллионов, между полуторой и двух, это если сейчас мы говорим, вот именно вот этот район, а если вот туда дальше, вот сейчас мы поедем с вами, то там уже дома будут гораздо дороже стоить, кстати, вот я сейчас, уважаемые подписчики, покажу сейчас другой район, новой застройки, он мне больше там нравится, там дома такие уже активно застроены на участках, вот местные жители, рыбаки здороваются, видно вот приезжие, вот регион 41, видно по автомобилю, купили участок, и строятся, не забываем, что это, конечно, девятки, ну, маршрутного, маршрутки, автобуса, там, как, смотрите, мы маршрутки называем, ну, все, мы выехали на Комарова, опять, и сейчас мы поедем с вами, покажу другой район, кстати, уважаемые подписчики, еще есть момент такой, касается магазинов, магазинов в Заречном не так много, они, вот, знаете, вот, если сейчас прям конкретно спроси, Коля, где центр находится в Заречном, вы знаете, мнения, ну, в реальности разделятся, допустим, я могу сказать, что Заречный центр, это где колония, и где сводит школа, другие скажут, центр, вот тут есть магазин, как бы, ну, всех разное мнение, ну, я скажу, магазины, вот, большинстве случаев, где у нас клиенты покупают, магазины далековато, потому что, вот слева, видите, вот мы проезжаем, на камеру она вряд ли зацепила, вот, магазинчик тут, магазинчик там, и в другом месте, и все, тут если 3-4 магазина, все, тут их мало, мало магазинов, вот так Комарова выглядит, как я вам говорил, что я не люблю жить возле асфальта, ну, а есть, кстати, клиенты, которые принципиально, искали жить возле асфальта, и не под бизнес, а именно для себя, уважаемые подписчики, вот магазин, тоже, и давайте я сейчас покажу вам, повернусь сейчас направо, вот там другой у нас, новый как бы райончик, не поверите, я думал, что я уложусь, показать вам обзор, где-то 20-30 минут, а вот сейчас смотрю, уже запись 34 минуты, и я чувствую, что еще где-то 20 минут, 30 минут будут кататься, ну, все для вас, уважаемые подписчики, все для вас, стараюсь, чтобы вас информировать, чтобы вам было комфортно со мной, вот, кстати, я не знаю, вот, вы напишите в комментарии, вот, я полезную информацию вам предоставляю, потому что, вот, мне много звонят людей, говорят, Николай, ну, честно, говорит, мы, вот, не любим писать, но мы говорим, что мы с тобой, спасибо тебе, и так далее, напишите, не поленитесь, полезную ли я информацию вам предоставляю, нужен ли я вам вообще, вот, меняю ли я, ну, я имею в виду, помогаю ли вам на расстоянии, и так далее, ну, напишите, мне реальности это будет очень интересно, вот, смотрите, вот, это тоже новые планы, тут много недвижимости мы продали, ну, что такого слова много, я не говорю там штук 20-30, и так далее, нет, ну, просто достаточно, и, кстати, уважаемые подписчики, давайте, вот, иногда, вот, темы возникают, очень часто в комментариях пишут, вот, пока едем, надо же о чем-то говорить, и такую тему я очень часто вижу, там, вот, с Белоречки убегают, много недвижимости продают, и так далее, уважаемые подписчики, сразу вам говорю, большая часть продавцов, которые продают, я вам официально говорю, потому что мы общаемся с продавцами, основной поток продажи происходит, у нас через риэлторские компании, из 10 продавцов, я без преувеличения говорю, максимум 1 или 2 продавца, уезжают в другой город, остальные люди, продавцы, это продают, ну, например, однокомнатную, хотят переехать в двушку, с трешки в дом, с дома в квартиру, дом старый, хотят продать, купить новый, дом продают маленький, хотят купить большой, либо дом большой продают, хотят купить поменьше, друзья, не надо вот баламутить, там, вы, конечно, простите, вот, если меня сейчас кто-то слышит, который вот от балды пишет, что там экология у вас плохая, все мрут, как вы пишете, там, у нас там смог какой-то, я не знаю, вот там такой бред пишут, ничего у нас такого нету, пока вы сами не приедете, пока вы с глазами, вы факты, понимаете, конкретно нужна статистика, факты, а вот так взять, написать, извините, пожалуйста, как моя мама недавно рассказывала, что я сижу на остановке, мама говорит, и две бабушки сидят, такие стоят, и говорит, вот у нас погода меняется, из-за завода, ну, пример, нашего завода, там заводик такой, с куськи нос, как говорится, а погода, якобы, меняется нашего завода, вот, вот так все происходит, вот такие слухи, не приезжайте, смотрите, изучайте, только тогда делайте выводы, а так вот, знаете, вот я вот, вот видите, да, вот я еду, показываю, да, вот как улицы выглядят, как все, я думаю, на камеру для вас это более интересно, чем вот в форумах сидеть, и видно, как вот люди пишут, да, вот, ну, бред, вот реальности бред, вы простите меня, если факт, да, говорите факт, да, а если не факт, ну, не надо, вот приедьте, посмотрите, так далее, так, ну, вот у нас, это улица, вернее, переулок Солнечный, ой, извините, Яблонево, Солнечная там была, вот справа, вот прямо видите домик, он тоже, он тоже в объявлениях есть, не могу сейчас точно сказать сумму, очень много объектов, я на него обзор попозже сделаю, новый дом, он не под ключ, но там 10 соток земли, обязательно, вот обзор, но вы простите, что так говорю, там чуть-чуть с эмоциями, по поводу форумов и так далее, форумы реально помогают людям, это хорошо, кстати, уважаемые подписчики, напоминаю, кто не знает, у меня создана группа, группа ватсапе, в этой группе, она закрыта, в этой группе присутствуют люди, такие, как вы, которые планируете переехать в Краснодарский край, и такие люди, которые уже переехали в Краснодарский край, они между собой общаются, вот, мы стараемся, эту группу делать, очень полезной для вас, мы скидываем информацию, ту, которую мы не скидываем в YouTube, и там вы задаете вопросы, мы стараемся в ближайшее время отвечать на них, пишите мне ватсап, что вы хотите добавиться в эту группу, пишите, как вас зовут, с какого вы города, приблизительно, когда вы планируете переехать к нам, и я вас обязательно добавлю в эту группу, и вы тогда уже, ну, между собой общаетесь, и в этой группе обязательно я, обязательно моя супруга, и напоминаю, что она очень хороший специалист, по юридической части, связана с недвижимостью, и наши сотрудники, которые вам будут актуальную информацию предоставлять, которая на сегодняшний день присутствует, именно связана с продажей недвижимости в нашем районе, ну, в нашей геолокации, которой мы занимаемся, а я напоминаю, мы занимаемся Белореченский район, Абширонский район, Хадыжинский район, Маякопский район, естественно, и города, Курганинский район, Лобинский район, и вот начали сейчас заниматься Услобинский район, и Мостовской район, друзья, так, теперь смотрите, сейчас мы едем с вами в другую часть Заречного, специально хочу показать, вот в реальности хочу показать весь Заречный, я прям сегодня перестарался, вот смотрю, сейчас попью водички, уже 40 минут катаюсь с вами, вот, конечно, представляю, этот ролик будет грузиться, наверное, сутки, и вот слева у нас обратная сторона, ну, чуть-чуть подъезжаем, обратная сторона колонии нашей, так, ну, давайте я заверну с этой стороны, слева магазин большой у них, называется Пегас, и вот сейчас вам покажу другую часть поселка Заречного, конечно, охватить по времени невозможно, все нереально, но стараюсь для вас это все делать, сегодня, кстати, суббота, уважаемые подписчики, специально уделил внимание для вас, чтобы вы понимали, вы для меня не безразличны, я свое слово держу, я обещал Заречный сделать, я его делаю, да, кстати, не всегда получается, уважаемые подписчики, не обижайтесь на меня, я, кстати, по поводу комментарии, если вы обращаете внимание, я стараюсь отвечать на все комментарии, но их с каждым днем все больше, больше и больше, вот просто больше, больше, я вот вижу, что мой канал очень сильно реальности вам помогает, прям это я чувствую, чувствую, как вот вы мне звоните, чувствую, как вы мне пишите, вот, ну, если я кому-то не ответил, это не значит, что я не хотел, ну, где-то что-то я не увидел, а так я стараюсь в реальности отвечать на все-все комментарии, так, ну, давайте сюда повернем, это уже, знаете, вот эта часть уже такая, вот магазин слева, вот сейчас проезжаем, тут, вот от этой части, конечно, до маршрутки, вот как я говорил, где-то вот такой, знаете, там 15-20 минут, вот так, и машинка нам чуть-чуть помешала, уважаемые подписчики, эта улица зеленая, можете по карте посмотреть, ради интереса, может быть, это будет полезно, ну, вот мне там скажут, Коль, а какой бы поселок ты бы посоветовал, вот, знаете, я не могу сказать, какой, ну, допустим, я сам жил в поселке Южном, в реальности мне Южный нравится, он прям рядом с городом Белореченском, Заречный тоже недалеко от города Белореченска, абсолютно все рядом, Вот, тут, понимаете, много нюансов Конечно, ну, если взять вот там Южный, Заречный, Родники Которые и поселок Заречный, сейчас обгоним его И который поселок Заречный, который рядом стыкуется с городом Белореченском Конечно, я бы, как ни крути, выбрал бы Южный и Родники Потому что он более ровнее, более удобнее, более ближе И более, кстати, развит Как ни крути, в Южном намного больше жителей И прямо рядом с городом Белореченском Ну, это лично мое мнение Вы тут не слушайте меня Я говорю только свое мнение Тут решать вам только Так, ну, давайте Давайте я сюда поверну Покажу другую сторону края поселка Заречного Дай Бог, чтобы у меня камера выдержала А то зарядки иногда не хватает Это, видите, камера у меня, которая зарядки сильно не хватает надолго Чтобы качество хорошее было Ну, я надеюсь, в час мы уложимся Думал в 30 минут, а тут оказывается в час Так, ну, тут я смотрю край Так, чуть-чуть неправильно заехал Так, давайте сейчас развернемся Хотел мне эту улицу показать Сейчас, уважаемые Спичики Сейчас мы чуть-чуть с другой стороны заедем Хочу показать новые нарезки участков Заречном Начали выдавать, продавать Хочу вам показать их Кстати, может быть, будет полезно для вас Много домов строится Много Кстати, давайте Пока вот тут еду По поводу работы Поговорим Я, конечно, в каждом обзоре Эту тему поднимаю Ну, когда по поселкам мы катаемся И так далее Основная работа, напоминаю Что, если мы говорим, Белореченский район У нас располагается в самом городе Белореченске Вот, добираться до города Белореченска Практически проблем не составляет Если где-то до 15 километров Поселки находятся от города Белореченска Вот, мужчины Если касается для вас Работа есть Никого не слушайте Там, что пишут и так далее Это пишут либо лентяи Либо какие-то обиженные жизнью Работы очень много Это много Конечно, кому за 50 Будет тяжковато Там 55, да Но, если брать и то Я скажу, вот за 55 Я видел мужчину Новый год Там, молодцы Работа есть А кто касается В сфере строительства Работы валом Валом Стройки у нас очень много И так далее У нас также И повара нужны И сварщики Бетончики Каменщики Даже Вот Все, что это Все Все И девушки И женщины Не пугайтесь Работа есть Не ленитесь Приезжайте Ищите И поверьте мне Все будет Конечно, там первый год Будет тяжеловато Как ни крути А потом Все адаптируйтесь Ну вот смотрите Вот новые нарезки Я дальше не буду Проезжать Вот новые нарезки участков И слева И справа Пока Свет не провели Ну уже Люди Некоторые Скупают Именно в этой части Участки Почему? Потому что Стоимость участка Ну например Вот мы недавно Продали участок 10 соток За Ну 200 тысяч Собственник выставлял Если не ошибаюсь Наши ребята Или 150 тысяч Или 160 Сторговались Помогли И Ну извините 10 соток За такие деньги Ну скажу так Люди как бы Инвестировали Знаете Вот возьмем Как у меня У дочи 16 лет Я прекрасно понимаю Что надо сейчас Что-то думать Либо купить квартиру В будущем Либо купить участок И строиться Вот пожалуйста Можно вот такие варианты Покупать В будущем Однозначно Тут все будет И свет и газ И хорошая дорога Почему бы нет Извините 10 соток 20 тысяч за сутку Покажите Это Вообще Очень И очень Очень Дешево Так Ну давайте едем дальше Сейчас будем выезжать В другой части Города Белореченска Ой Извините Поселка Заречного Сейчас я покажу вам Те дачи Которые Риэлторы Привязывают К поселку Заречного Ну на самом деле Я не вижу Смысла Его привязывать Заречному Он как бы Относится К администрации Да Да Допустим Но Это не Заречный Друзья Пока вот едем Я вам расскажу Вот по поводу Так Ну прямо По поводу Наших услуг Как мы работаем Чем мы будем Для вас полезны Ну и так далее Смотрите Если вы планируете К нам переехать Белореченский район Кстати Так же Курганинск Лобинск Обширонский Так далее Район Звоните мне Мы с вами поговорим Пообщаемся Напоминаем Мой номер телефона Ниже в описании указан Например Вы звоните Говорите Николай Мы планируем Купить дом Если вы приезжие Приезжайте Мы вас встретим Разместим У меня в Белореченске Есть недвижимость Которую мы предоставляем Первые три дня Для наших клиентов Бесплатно проживание В последующие дни 300 рублей с человек Это цена Абсолютно адекватная Хорошая И так далее Вот Если вы приезжаете Уже с контейнером Вы приезжаете Ну я не знаю С грузовиком Фура Но вы еще Недвижимость не нашли Ничего страшного У меня есть Где можно Хранить вещи Кстати Хранение вещей У меня абсолютно Бесплатно Вот Мы найдем Выгрузим ваши вещи Вот на Мою территорию Они будут храниться Будут закрыты Не переживайте Никто Ничего там Оттуда не возьмет И спокойно Мы с вами будем Искать недвижимость Не торопясь Уважаемые подписчики Спокойно Чтобы именно Подошло То что вы Ну то что вы хотите Мы показываем Недвижимость Абсолютно Все Уважаемые подписчики Отнеситесь К моей фразе Очень внимательно Мы предлагаем Все Кто бы что Вам не говорил Что у нас Нету того Того объекта Без преувеличения Я не могу сказать На все 100% У нас есть Вся недвижимость Но скажу Это однозначно 99,9% У нас Практически Вся Ну информация Вот которая Продается Где мы занимаемся Есть Приезжайте Покажем Все Плюс В чем Еще Мы Помогаем Торговаться Если мы Выставляем Недвижимость Например За 2 миллиона Это не значит Что это будет Стоимость 2 миллиона Бывает Такое Что мы Торгуемся С продавцом Скидывает 50 тысяч 200 тысяч А бывает В случае 300 тысяч Знаете Всю сумму Которую мы Выставляем В Авито На В Ютубе Это мы Выставляем То что Собственник Говорит Уважаемые Подписчики Да Где-то Что-то Хозяин Нас Вовремя Неуведомил Например Либо он Поднял Цену Либо Опустил И то Я скажу Это очень Редко Бывает Где-то Что-то Так Вот Поверьте Мне Всю информацию Которую В нашем Магазине Авито Мы выставляем Титул Либо Авито У нас Информация В реальности На 100% Актуальна Мы сейчас Говорим По цене И мы Говорим То что Реально Недвижимость Продается Вот Например Дом Стоит 2 миллиона Мы вам Помогли Поторговаться Собственником Чтобы он Скинул Например 200 тысяч Плюс 3% Вы платите Нашей Компании В эти 3% Что входит Входит Полное Юридическое Сопровождение Мы помогаем Торговаться Мы Помогаем Ну я скажу Так Мы делаем Весь Комплекс Услуг Мы вас Будем Держать За ручку Вплоть До получения Документов Вы будете Под надежной Защитой Я говорю Без привлечения Уважаемые Подписчики Сейчас там Некоторые Будут Сейчас писать Говорить Ваши услуги Не стоят И так далее Друзья Наши услуги Стоят Эти денег Почему Потому что Знаете Я скажу Дай бог Что если Вы покупаете Недвижимость И вы нашли Недвижимость Где юридически Все хорошо Вам повезло Но поверьте мне Очень много Случай бывает Где это Ну в реальности Реально Очень серьезные Проблемы Очень серьезные Сейчас я чуть-чуть Остановлюсь Вот специально Вот начал Говорить Про услуги Хочу Показать Детскую Площадку Ну как Она детская Будем так Говорит Футбольная Вот так Сейчас поверну Вот это Футбольная Площадка Это единственная Площадка Игровая Которая Присутствует В Заречном Вот все И вот Коцается Что Вознаграждением Помогли Сторговаться Помогли Проверить Документы Если Цена Устроила Объект Если Юридически Все чисто И Это Наша Компания Помогает Эту недвижимость Оформить На вас И когда Вы уже Подписываете Договор Купли Продажи Только В тот Момент Вы оплачиваете Наши услуги Если Вы ничего Не покупаете Вы ничего Нам Не платите Ни копейки Уважаемые Подписчики Когда Вот я не знаю Как другие риелторы Работают В других городах Но мы Получаем Деньги Берем Только По факту Купили Проверили Оформили Только Тогда Мы берем С вознаграждения Не более того Мы официально Работаем Мы заключаем Договора Подписываем Ак выполненных работ Все делаем Как правильно Так Ну на этом Закончим По поводу Вознаграждения Друзья Вот смотрите Справа И слева У нас Начинаются Дачи Вот Это вот те дачи Которые Некоторые риелторы Привязывают Поселку Заречного Он как бы Между Заречным И вот этими Дачами Ну сколько Там даже Полкилометра Нету Ну вы должны Понимать И увидеть Как это Все Выглядит Вот сейчас Вам Специально Покажу Так Проеду Вот у нас 54 минуты Думаю 5 минут Чтобы быстренько Вам показать И все Ну вот смотрите Вот давайте Я вот поверну Направо Это ДНТ Дружба Магазин у них Тут присутствует Тут также Вот рядом Асфальт Где Автобусы Каждый час Проходят Ну давайте Сейчас Вот специально Проеду Вам Покажу По улицам Чтобы вы понимали Как эти улицы Выглядят Что слева Вот мы ехали Дачи Вот по дороге Что тут Они улицы Одинаковые Улицы Не широкие Реально Выглядит Все как Дача Есть недвижимость Тут Иногда Хорошая Появляется Я имею Ввиду Как Вот Которые Вот современные Дома Которые Строятся Здесь Да Они хорошо Выглядят Я имею Планировочка Необычная А вот Те старые Дачные Варианты Ну как Там Прихожая Две комнаты И все Вот максимум Что вы можете Рассчитывать И то Сейчас цены Цены Ну уважаемые Подписчики Реально Пусаются Там Иногда В комментариях Я слышу Вернее Читаю Там пишут Вы зажрались Что вы цены Такие Поднимаете Уважаемые Подписчики Я лично Цены Не поднимаю И поверьте Мне В моих интересах Чтоб цена Была ниже Почему Чем ниже цена Тем больше клиентов Это Я сейчас про себя говорю Я не буду Говорить за других Риэлторов Я сейчас про себя говорю Для меня Чем дешевле Тем лучше Потому что Я прекрасно понимаю Я человек с большим стажем Работы Я прекрасно понимаю Что Ну Чем дешевле Недвижимость Тем больше будет клиентов Кстати Мы единственная компания В нашем Белореченском районе Которые занимаемся Очень дешевой Недвижимостью Ну да В некоторых компаниях Тоже Там Нет-нет Я вижу Там и за 400 За 500 тысяч Но я скажу так Вот если у вас Полмиллиона Звоните мне И я вам скажу так Вариантов 15 У вас будет Как минимум Мы сейчас говорим Дома Которые будут с газом Конечно Это не город Белоречен Сразу говорю Не Белореченский район Это будет Мостовской район Лапинский район Курганинский район И Адыгея Вот Там вот такие варианты Мы можем вам С удовольствием Найти Ну вот видите Вот так выглядят Вот эти дачи Уважаемые подписчики Ну Я думаю Нет смысла По другим улицам Ехать Дачи Почему? Потому что Ну они вот Типично Одинаковые Узкая улица Везде Тут по 5 соток Вот именно Вот эти дачи По 5 соток Другие есть дачи Которые у нас Допустим в городе Находятся В них 6 соток А тут по 5 соток Ну давайте Сейчас направо Поверну Давайте с другой стороны Выйду Тут осталось у нас Чтобы ровно Сейчас было Там 4 минуты И думаю Мы на этом Закончим Ну Уважаемые подписчики Я думаю Все рассказал Про Заречный Что знал Вот Ну если Меня местные Сейчас Мой ролик Вот этот Видят Если я где-то Что-то забыл Сказать Пожалуйста Пишите В комментарии Чтобы наши Уважаемые подписчики Это все видели Помогайте Вот Потому что Видите Охватить все Невозможно Нереально Я и так Стараюсь Все это делать Вот Это реально Тяжело Честно Честно Тяжело И работать С клиентами Я имею ввиду Не то что мне Тяжело работать С клиентами То что время Чтобы уделить Должное внимание Вам уважаемые Покупатели Которые обращаются К нам Кстати Спасибо большое И очень много Покупателей Которые смотрят Меня сейчас И мои ролики И так же Спасибо Моим будущим Покупателям Я знаю 100% Что очень много Людей Которые сейчас Смотрят мои ролики Я знаю Что вы Будете обращаться К нам В реальности Поверьте мне Каждому Будем уделять Должное внимание Вот Почему Потому что Мы относимся К работе Очень и очень Серьезно Потому что Для нас Клиент Каждый Каждый Абсолютно Дорог Ну я думаю Уважаемые подписчики Мы на этом Закончим Спасибо Что вы смотрите Меня Спасибо Что вы со мной Спасибо Что вы мне Подсказываете В реальности Без вас Без вас Без привлечения Я уже много раз Это говорил Я бы без вас Не развивался Вот Простите Если я Где-то Кому-то Не ответил В комментарии Простите Что Может быть Такое Очень много Ватсапе Мне клиентов Пишут Где-то Что-то Я пропустил Там Еще раз Пишите Вы не думайте Что я не хочу Отвечать Я много раз Говорил Что в реальности Для меня Каждый Клиент Очень важен Вот Ну С вами был Николай Сомсиков Не забывай На меня подписываться Ставить лайки Пишите комментарии Задавайте вопросы С вами был Николай Сомсиков Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok